Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня поговорим на тему, которую, как вы понимаете, так или иначе она касается всех. Это тема строительства, каких-то ситуаций, связанных вокруг строительства, о технологиях, о переселении старого жилья, о возведении нового, как это работает. Потому что у простых, скажем, наших телезрителей очень часто возникает вопрос, что это, как вообще люди могут этим управлять и как это вообще работает. И сегодня попытаемся в этом разобраться, тем более касается нашего городского округа, с Артемом Игоревичем Каханным, учредителем, исполнительным директором СК «Ареал», президентом и учредителем благотворительного фонда «Люберецкий квартал». Здравствуйте, Артем Игоревич! Здравствуйте! Ну вот почему так у людей складывается впечатление, как все, что связано со строительством дорог, домов, вот я уж не знаю, слово строительство всегда примерно так с юристами. То есть народ как бы не в курсе, чего происходит. Вот если он по воле судьбы живет в доме, от папы и мамы перешло и так далее, и тихонечко сидит. Как только он куда-то переезжает, хочет обзавестись новым жильем, или, например, как сейчас ему предлагают, давайте вы уедете отсюда, мы вам предложим другое место и так далее. Почему к строительству люди у нас относятся с непониманием и немножечко с недоверием? Мне кажется, мы за несколько десятилетий шагнули достаточно далеко в этой сфере. Начиналось же как с 90-х годов, когда договор купли-продажи даже не всегда заключали, были вексельные схемы, договора с инвестированием и так далее. И сейчас это 214-й федеральный закон. Это искроу-счета, где деньги полностью застрахованы. И даже у нас ряд проектов, они гибридные. Так как у нас были ряд проблем, у нас дома строились какое-то время, и у нас есть гибридные проекты. Часть денег получено по прошлому 214-му федеральному закону, часть денег держится на искроу-счетах. То есть, если мы посмотрим с точки зрения развития нашей отрасли, с точки зрения работы с клиентом, Россия шагнула огромный шажок, сделала и в проблеме обманутых дольщиков. И мы, в принципе, с 90-х сделали такой прорыв. Если работали другие страны над этими законами, над рыночной системой экономики сотни лет, то у нас-то фактически... Ну, у нас, как всегда, через шоковую терапию это происходит. Мы же помним, как в 90-е годы, когда люди отдавали деньги. И ладно, там сейчас есть дольщики, например, в стране, я имею в виду, еще остаются, их взяли под контроль, там как-то решаются эти вопросы. А тогда это вообще, я помню, и у людей до сих пор этот шлейф остается. Почему я задаю этот вопрос? Для того, чтобы вернуть все-таки это в правовое поле, и чтобы люди понимали, что процесс идет. Поэтому мы будем сегодня с Артем Игоревичем говорить о каких-то проблемах, о каких-то новшествах. Вот немножко о компании вашей расскажите, потому что строительные компании разные бывают. Я тут недавно выяснял, как мне найти, куда сдать счетчики, поверку. Я очень много времени... Потому что я пришел в ту дверь, в которую я раньше приходил, а ее просто забаррикадировали. И никто не... Ну, еле-еле нашел. Я имею в виду, это не здесь происходило, но как пример, да? Вот чем занимается ваша компания, какая основная задача сейчас? Вопросы, которые вы сказали, больше, наверное, к управляющим компаниям. Там тоже огромный прорядок сделан. Другой, так сказать. Да, но одно из другого вытекает. То есть качество строительных процессов, качество строительства напрямую потом сказывается на качестве управления домов. Иногда бывают перекосы, но сейчас система рейтингования такая, что практически невозможна. И чем мы занимались? У нас своя ниша на рынке, в которой достаточно мало игроков. Мы занимаемся переселением людей из ветхого аварийного жилья. Это государственная программа? Нет, это инвестиционная программа. То есть есть переселение ветхого жилья по программе губернатора, на который выделяются средства. Мы в ней тоже участвовали, но это был городской округ Богородский, или как раньше был город Ногинска. Вот там мы участвовали по подобной программе. Она как бы государственная, да? А основные, то есть государственные бюджеты, они переселяют и тех, которые живут там по соц. найму, и тех людей, у которых квартиры приватизированы. Мы именно занимались тем, что коммерческое расселение. То есть людей, у которых квартиры в собственности, которые живут там по соц. найму, мы переселяли в жилье. Чем отличались мы всегда? Мы переселяем людей в том микрорайоне, где они и жили до этого. А переселяете вы их потому, что этот дом то ли под снос, то ли... Да, он, как правило, аварийный, ветхий. То есть, да, там есть критерий, что его не сразу признают аварийным, чтобы не ударить по рейтингу городского округа. Но если есть понимание, что этот дом скоро станет аварийным и доказанную его ветхость... То есть вы идете немножечко вперед. Да, конечно. То есть в любом случае весь перечень таких домов в администрации есть. Это занимается управлением строительством, они отслеживают все это. Значит, вначале управление ЖКХ, потом управление строительством, соответственно, и в программах участвуют. Так вот, мы начали вначале с инвестиционных соглашений, по которым переселялись люди из ветхого аварийного жилья. Дальше в 2011 году мы стали одной из первых компаний, которая заключила договор о развитии застроенных территорий. И если по всей Московской области он был неудачен, то у нас он удачный. Мы до сих пор по нему работаем. Ряд объектов у нас прибавились в договор о развитии застроенных территорий посредством суда. Да, потому что дома построены в 60-х годах, плюс-минус год. А один получается ветхий, а другой дом не ветхий. Ну как это, это странно. Они, может, даже в одно и то же время построены. Да, был вначале микрорайон 35Ж с 19 корпусами, потом туда добавились дома 35АБ. Соответственно, на их месте сейчас они переселены в том же микрорайоне, в Кирова 9, корпус 4. А на их месте сейчас был построен и введен в эксплуатацию жилой комплекс «Тейнхаус». Вот правильно я понимаю, потому что, конечно, времени у нас маловато, но и очень много вопросов. Правильно я понимаю, что вы расселяете старый дом, потом этот дом, корректно скажем, сносится, убирается, и на его месте строится новый. Да. Да, и через какое-то время вы не возвращаете людей в него, а как бы уже он дается по-новому. Зачем, да. Зачем? Они живут в пределах 150 метров от места, где они жили. Смысла нет просто. И им нет смысла тоже ждать? Да, зачем? Да. Потому что это два переезда. Лучше один переезд пережить, потому что мы всегда помогаем переезжать. И это столько там тонких моментов. Хорошо. Ну а какая вот выгода вам? Понятно, что я просто предполагаю, когда государство приходит к человеку и говорит, ну вот вам дом, ну как у нас показывают везде у коллег, да, особенно там в больших городах, вот вам ключи, въезжайте в новую квартиру и так далее. А другое дело, когда приходит, ну не государственный с точки зрения восприятия жителем человек и говорит, вот мы вам предлагаем, как вам удается их убедить, есть ли люди, которые говорят, нет, я никогда не уеду здесь, я родился здесь, живут мои дети, я хочу быть здесь до конца, и дверь не открывают, наверное. Конечно, такие люди были. Я как бы изначально живу в тех домах, которые мы построили, и с этими, со всеми людьми я живу в соседних подъездах. Да, и есть какой-то процент, который не сразу соглашается. Я хочу заметить, что за все наши именно строительные деятельности, там с 99-го года, то есть 23, скоро будет 24 года, либо 30 лет именно с риэлторской деятельностью, там тоже было связано, еще Игорь Валерьевича занимался переселением из ветхого аварийного жилья. Компания занималась. У нас нет ни одного суда. Ни одного. Мы ни разу не прибегли к законодательству, где мы можем посредством суда выселить человека. А вы ни разу не можете? Да. Он нам дается 6 месяцев на то, чтобы переселить человека, дальше можно начать судебный процесс. Но это в том случае, если дом ветхим признается? Да, конечно. В том случае, если дом признается аварийным, и если он есть либо в муниципальной адресной программе, там это либо договор комплексного развития территории, либо договор о развитии застроенной территории по старой системе. Ну, то есть дом просто ликвидируется, человек все равно должен быть оттуда... Да. Значит, здесь вопрос в том, что мы никогда такого не допускали. Мы всегда даем больше площади, потому что сейчас норма проектирования, а не больше. И жители переезжают совершенно... Где-то на уступке, где-то у них есть доплата за жилье, то есть они хотят улучшить свои жилищные условия. Готовы даже доплатить? Да, да. Значит, даже не всегда это ипотека. Есть семьи, которые по каким-то причинам не могут за эти ипотеки, и мы на несколько десятков лет даем рассрочку людям. Вот. То есть это не очень хорошо с точки зрения нынешнего законодательства, потому что сейчас нельзя, чтобы компания получала разные разрешения на строительство. То есть один дом, одно разрешение на строительство. И, как правило, это риски у человека. Но, тем не менее, мы придумываем способ, как можно это вопросу регулировать. Все равно в последнее время, не только в городском округе Люберцыно, везде такое ощущение, что немножко темпы строительства падают, возникают какие-то проблемы. То ли, например, мы знаем все события, которые происходили, и по поводу строительных материалов, это как бы мы понимаем и сами, что даже если ты ремонт какой-то делаешь, то можешь сравнить то, что было тогда, то, что сейчас и так далее. И говорят, что были у вас какие-то проблемы. Вот вообще, как происходит это заторможение? Потому что иногда смотришь на условное строительство, раз, и людей нет там. У нас связано было немножко с другим. Проблема, они всегда в отрасли. То есть ее в любом случае всегда качает, год на год не приходит, особенно с 2008 года после кризиса. У нас была немножко другая проблема. У нас была попытка рейдерского захвата. У нас похитили документы, подделали их, попытались предъявить их в арбитраже. Было предложение продать за копейки компанию. Но, тем не менее, мы отбились. Сейчас это не совсем законный действие. Сейчас идет уголовное дело, расследование. И, честно говоря, хотим перелистнуть эту страницу уже и строить дальше. Были проблемы. У нас была проблема с первым клубным в 2019 году, когда нам необходимо было сделать и орг-изменения. То есть тех людей, которые наняли в свое время, пришлось их уволить, потому что там тоже были замечены как раз-таки связи с заказчиками. Говорят, это популярное слово «коллаборация». Да, да, да. В этом случае мы стали жертвой коллаборации. Вот. И мы ввели первый клубный. Очень долгое время устраняли замечания. Даже сейчас там есть офисные центры, есть там еще дополнительные паркинги, которые не достроены. У нас задача была вначале достроить дольщиков. То есть это же как Минхаул, ЖК «Карамельный». А потом мы переходим уже к паркингам, к офисным центрам и так далее. Потому что там, слава богу, вот только в паркингах подземных там есть дольщики, но мы второй паркинг запустим до конца года. Ну, паркинг у вас особая, так сказать, история. Мы так немножко пообщались на эту тему. Поэтому о второй части мы о паркингах поговорим. Потому что сегодня паркинг иногда в некоторых домах дороже, чем какая-то студия в другом месте стоит. Поэтому или их просто нет, да. А без машины сейчас, как говорится, никуда. Прежде чем мы попрощаемся, в первой части перейдем ко второй. Вот на сегодняшний день эти проблемы уже решены или они в процессе решения? Ну, я сейчас беру уголовное дело вообще. То есть под контролем все? Да, да. Проблемы решены. Единственное, что осталось, то есть мы достроили ЖК «Твинхаус», и сейчас достроим ЖК «Карамельный». В связи с этими всеми событиями была задержка по срокам. Есть отделка квартир, которую мы до сих пор делаем. И в октябре введем ЖК «Карамельный», чтобы все люди, которых мы нарушили срок, чтобы они получили как можно быстрее свое жилье. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Артем Игоревич Каханы, учредитель и исполнительный директор СК «Ареал», президент и учредитель благотворительного фонда «Люберецкий квартал». Продолжим, поговорим о паркингах. Такая популярная ныне тема через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим на тему строительства. Кстати, довольно редко об этом говорим, хотя строительство идет бешеными темпами в некоторых регионах. Ну и в том числе здесь у нас в Люберцах. И бывали проблемы, и приходили к нам депутаты, рассказывали о том, что проблема Дольщикова остается. И вот учредитель и исполнительный директор СК «Ареал», президент и учредитель благотворительного фонда «Люберецкий квартал» Артем Игоревич Кахана, который у нас сегодня в гостях, в первой части нам рассказал, что там происходило. Сейчас, мы так понимаем, более-менее все восстанавливается. То есть, как говорится, вернулись к тому, с чего начинали. Идет достройка, идет сдача. Но я обещал поговорить о паркинге. Почему такая проблема? То есть, правильно я понимаю, что люди, когда заказывали, условно, выбирали жилье, то еще подразумевался паркинг? Я так понимаю, у вас какой-то особый паркинг. Не на маленькое количество, на машину, а на большое. Да? Да. У нас, мы первые в Московской области, кто смонтировали и запустили автоматизированный паркинг. Это что такое? Я сейчас расскажу. И одни из первых в России, точнее, первые в России, кто именно масштабно его запустили. То есть, это 100 мест плюс. И с этим связаны, конечно, свои плюсы и минусы. Конечно, как правило, говорится, первый блин комом. Но здесь я бы так не сказал. Мы не совсем были готовы к запуску паркинга. Мы заказали у латвийской компании оборудование с датчиками, с роботами, с программным обеспечением. С чем сейчас связаны проблемы. Потому что Латвия вела санкции. И сейчас нам очень тяжело его обслуживать. Но, тем не менее, мы его запустили. Потом выяснилось, что оборудование крайне прихотливое к нашим зимним условиям. И, в принципе, паркинг. То есть, наш проектный институт, который для него фактически коробку проектировал, и то оборудование не совсем совместимо. Мы доделали сейчас все грехи, которые были, несостыковки. Сейчас дополнительное оборудование поставили. Сейчас, наконец-то, люди не могли парковаться. Вот с января месяца. Соответственно, мы сегодня запустили. Вот прямо сегодня, пока я готовился к интервью, минус первый этаж, да. А в течение месяца запустим минус второй. И плюс управляющая компания, она все-таки была немного не готова к такому оборудованию. То есть, не хватает нам специалистов, чтобы это все держать. А почему тогда так получилось? Ну, если мы что-то проектируем... Да, мы можем что-то недостроить, в силу понятных причин. Но то, что мы проектируем, мы пытаемся ввести в строй, мы же все предполагаем, как это работает. Это как, например, купить холодильник, который не проходит в дверь кухни, да? То есть, все, мы живу никакой. Вроде того, проектный институт проектирует здание, а эта компания, которая поставляет оборудование, именно проектирует оборудование. И вот здесь вот... Они как-то параллельными путями. Да, там на весь этаж разуклонка 2 мм. Просто это сумасшедше, таких нет требований нигде. Ни в строительной отрасли, нигде. Ни в 2 мм, да. Ну, это был первый, да, вариант. И я так понимаю, сейчас есть, наверное, искушение от него отказаться и больше уже не работать с этими автоматизированными парковками. Есть. Но дело в том, что почему мы изначально... Мы же все просчитывали. Почему мы пошли? У нас в микрорайоне 35G, это Кирова 9, корпус 1, 2, 3, 4, 5. Там 700 машин на месте по проекту планировки. А в Твинхаусе 235 мест. То есть всего 935 мест. Если бы мы не автоматизировали паркинг, то минус 60%. То там бы даже 500 машин на место не было. Там было бы 400 максимум машин на место. Этого катастрофически не хватало. А уходить под землю, это безумно дорого. И потом в эксплуатации это невозможно. И так 2 этажа вниз. Твинхаус так вообще там вместе с тех этажами, там 4 этажа вниз. Когда копали котлован, там 4 этажка вниз. А правильно понимаю, что нету на сегодняшний день такого... Ну, проекты все разные, безусловно. Как и дома разные. Это можно посмотреть, так сказать, начиная от древнего города. Условно какого-то города. Значит, старый город. Потом идет, значит, 60-е годы. Ну, там 40-е, 60-е, 70-е. Потом 90-е, они тоже характерные. Вот. И потом начинается время наше уже сегодняшнее. И паркинг, как-то раньше никто, естественно, об этом и задумывался. А сегодня вроде бы как мы пытаемся избавиться, чтобы машины во дворе не ездили. Да, ставят всякие способы. Поэтому я думаю, что, наверное, в дальнейшем все-таки будут разрабатываться. То есть дом будет как бы зеркальное отражение в землю. То есть 9 этажей, значит, и туда 9. Да. И мы как раз-таки делаем некую прелюдию перед вами. Как раз вот этим шагом. И чтобы больше не зависеть от латвийской компании, мы хотим открыть свое производство. И на базе этого. А все равно тысячи машиномест только на улице Кирова и еще 100 машиномест ЖК Карамельный, его надо будет обслуживать. Надо будет менять датчики, нужно будет делать ТО. Соответственно, нужно... Все свое должно быть. Да, все свое должно быть. И президент задал курс именно на импортозамещение. Поэтому, мне кажется, мы просто сейчас договоримся с латвийской компанией, чтобы забрать у них права на их программное обеспечение и так далее. Вот. Возможно, придется как-то нам им открывать здесь представительство, чтобы не быть... Хоть под каким-то там брендом. Под каким-то там брендом. Сейчас это модно, да. Вот. И будем дальше в каких-то процентах соотношениях, чтобы там... Они тоже доход, они это произвели, они этот ноу-хау сделали. В любом случае, как бы, понимаете, к нам не относились, но мы будем поступать по порядочному. Хорошо. Хорошо. Давайте вернемся еще к тем проектам, которые вы должны сдать в этом году. Вы уже говорили в первой части, но немножечко систематизируем. Да, систематизируем. Значит, в прошлом году мы ввели в эксплуатацию... Изначально мы должны были строительно-монтажные работы сделать, а нам пришлось ввести проект полностью. Это проект обманутых дольщиков «Заречья». Мы его построили за свои деньги. Именно строительно-монтажные работы сети строила другая компания. Это как обременение к карамельному. Но мы, в принципе, и ввели в эксплуатацию, поставили дома на кадастр и уже передавали квартиры. Фактически мы. Потому что от прошлого застройщика осталось столько печать. И генеральный директор под уголовным делом. Но, тем не менее, он понимал, он не стал препятствовать. Он, наоборот, все делал для того, чтобы помочь. Ему тоже как бы это выгодно было. Да, конечно. Это 100%. Ввели дома в эксплуатацию и, соответственно, передали людям квартиры в ноябре. Значит, в этом году, в апреле, мы ввели ЖК «Твинхаус». И сейчас у нас готовим к вводу ЖК «Карамельный». Огромное количество еще процессов придется сделать. Но на итоговую проверку выходим в августе, чтобы до 1 октября как раз-таки ввести дом в эксплуатацию и уже начать передавать квартиры. Речь идет о ввести дом в эксплуатацию. Это когда вы сдаете что-то с отделкой, что-то без отделки. То есть ни розеток, ничего? Или подводки все будут? Там подводки у нас. В этом проекте у нас огромное количество квартир с отделкой. Слава богу, мы можем ввести в эксплуатацию без отделки, потому что в экспертизе у нас отделки нет. Это как доп. опция, которую люди выбирали. То есть пока будет приемка, мы будем выполнять ремонт. То есть, грубо говоря, люди потом смогут, если с отделкой, въехать и уже там жить. Те люди, которые купили без отделки, они сразу получат ключи, а те люди, у которых с отделкой, чуть подождут. Хорошо, понятно. Так, еще какие-то есть, что сказать по поводу? Из перспективных объектов у нас в программе, в договоре развития застроенных территорий, был дом четырехэтажка. Это первая четырехэтажка, которая за инвестиционные деньги расселяется в Московской области, 28-я. Мы должны были переселить их еще в 2019 году. К сожалению, с финансовыми проблемами мы это сделать не смогли. И мы нашли инвестора, который сейчас выкупает у людей квартиры и закупает им в наших же комплексах квартиры. Частично, частично просто захотели получить деньгами. И, наконец-то, переселяем людей. В конце июля я встречался лично, я все, как знаю, лично, с собственником жилья. Я сказал им радостную новость, что они до конца сентября переедут в свои новые квартиры. Соответственно, не может не радовать. Даже при условии, что мы потеряли проект, мы будем как технический заказчик его ввести. То есть инвестор другой застройщик тоже будет, его компания, мы будем ввести генподрядчика, какие-то технические вопросы по городскому округу Люберцы, получение исходно-решительной документации. То есть мы будем делать. Но, тем не менее, мы, как обещали, да, хоть с опознанием, но мы этих людей переселим. Ну, я понимаю прекрасно, потому что тоже совсем в другом городе, далеко от Москвы у меня родственники тоже встречали людей, когда приходили, рассказывали. И все, естественно, упиралось в тот момент, когда, ну, и сколько вы мне дадите денег за это? Это самый главный вопрос. Вот как эти переговоры происходят? Кто оценивает стоимость жилья? Понятно, что если тебе говорят, вот видишь, соседний красивый там новый дом, вот и там будешь жить, у тебя еще будет кухня не 8 квадратных метров, ну, коэффициент плюс 30 процентов примерно, плюс там в разных случаях по-разному, коммуналок больше нету, то есть вместо коммунальной комнаты отдается либо студия, либо однокомнатная квартира, в разных случаях по-разному. Но, тем не менее, со всеми нашли общий язык, единственное, люди попросили где-то сделать такие дополнительные перегородки, еще что-то, то есть везде каждая квартира... И вы даже на это идете? Да, да, то есть здесь инвестор пошел, и мы пошли, потому что, ну, опять-таки повторюсь, за все годы ни одного суда, и не собираемся, чтобы... А вы как документы приносите, вот, да, людям показываете, потому что сейчас, с одной стороны, не опытно, а с другой стороны, бумажку не покажите. Да, и у нас еще и тяжелее было, потому что мы обещали еще в 2019 году это сделать, а фактически сейчас 23-й год, и люди уже, честно говоря, даже не верили. А тут раз, и все, то есть документы, чик, чик, все подписали соглашение, все со всеми статистями переговорили. Ну вот тот момент наступает в финале программы, когда мы говорим о будущем. Еще я хочу коснуться все-таки... Вы учредитель благотворительного фонда «Люберецкий квартал», что очень трудно иногда соединять людей крупного бизнеса такого, тем более строительного, и вдруг благотворительность. Два слова еще об этом поговорим в финале. Но вот как вы себя сегодня чувствуете и как руководитель в отрасли? То есть насколько вам легко в этом сосуществовать, то есть быть таким даже еще посредником, хоть вы и руководитель, но между конкретным жителем, какой-то не очень опытной пожилой женщиной или какими-то продвинутыми молодыми бизнесменами, чтобы все это разрулить, как у нас говорят? В этом проблем нет. Когда с благими намерениями ты приходишь, и очень бывает редко, когда люди и то, они из-за боязни, потому что где-то обжигались, где-то их обманывали. Но они же не сразу готовы сказать «да-да, хорошо». Они думают, потом переговоры. Почему? Что не устроить? Вот я боюсь здесь риски, мы им расписываем. Вот здесь не стоит бояться, потому что раз, два, три. А было ли такое, что кто-то, например, кто мог себе позволить, кто адвоката звал, чтобы он защищал его? Да, конечно, без проблем. Любые юристы, любые представители. И они могут прийти к вам, получить документы, сказать, все, эти ребята нормально, мы с ними работаем? Да, конечно, 100%. И так часто делают, да. Ну, немножко о благотворительности. Что это за фонд «Люберецкий квартал»? Благотворительный фонд «Люберецкий квартал» у нас существует с 2017 года. И раньше мы, конечно, очень много, у нас были и теннисные турниры, и мы занимались помощью детским домам, и помощью, там, помогали детям, которым нужно было деньги на операцию, помогали школам, детским садам. Ну, огромное количество деятельностей. Сейчас мы, конечно, не в тех объемах, но мы тоже стараемся, и даже тот инвестор, который у нас есть, он тоже включился в работу, тоже помогает. А зачем вам это нужно? Вы же могли бы себе строить? Ну, здесь есть разные. Есть социальная ответственность бизнеса. Такое, я как получал... То есть вас заставили это сделать? Или вы сами? Нет, бизнес, бизнес образования, говорят, что должно быть не только деньги, прибыль, проблемы в компаниях, решения, задачи. Есть еще и социальная ответственность, когда ты должен произнести в свой вклад. Мы желаем вам удачи, все достроить, строить все новое. Спасибо вам большое. Всех переселить из ветхого жилья в хорошее новое. У всех, что было хотя бы по два квадратных метра запасных. Это была программа «Открытый диалог». Говорили о строительстве. Если что-то вам было непонятно, пересмотрите эту программу еще раз. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова